МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-просветительскую передачу «Свет миру». По традиции ее открывает рубрика «Епархиальные вести». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 18 июля Христорождественский храм города Липецка посетил Высокопреосвященнейший Арсений, митрополит Липецкий и Задонский. В сослужении духовенства епархии владыка совершил божественную литургию, предварительно осветив новую роспись храма. Роспись, слава Богу, завершена. Трудились художники из города Ельца, наши земляки. На мой взгляд, получилось удачно довольно-таки. Сложности, ну, как всегда, где работают там сложности, они все преодолимы, скажем так, некоторые затруднения. Чаще всего это какие-то материальные сложности, но, как видно, мы их с Божьей помощью, с помощью прихожан преодолели. В этот день верующие вспоминали обретение честных мощей преподобного Сергия Игумена Радонежского. Оставив суету мира, старец посвятил себя иноческим подвигам и трудам во славу Божию, даря заботы и утешения всем странникам, посещавшим его обитель. ПЕСНЯ От преподобного Сергия нас отделяют семь веков, но пример его богоугодной жизни, исполненной кротости и любви, продолжает вдохновлять православных христиан. Ачилу в 1392 году, но память его из рода в род, из поколения в поколение и поныне прославляется, и поныне жив, и поныне с нами, потому что настоящий успех – это когда не люди помнят ближайшие 5-10 лет, и некоторые вспоминают через 100, а настоящий успех уходит в вечность, потому что это Господь дает, вот это и память, Господь дает святость, Господь дает в конечном итоге жизнь, потому что настоящая жизнь возносит только в Боге. И преподобный Сергий, который изобильно потрудился на Нивы Христовой, зато и Господь его почтил многими дарами. Преподобный возрастал из силы в силу и начинал с одних таких очень простых подвигов – начинал жить в правде. Молитва, пост, труд. Вот эти вот три ключевых момента в жизни, наверное, каждого человека. Самое простое, с чего все начинается. И этим же все заканчивается, потому что из этого, собственно говоря, и состоит жизнь. Нам кажется, что жизнь – это что-то нужно великое такое сотворить, чтобы тебя запомнили, чтобы Бог увидел. Оказывается, самое простое – жертва Богу, Дух сокрушен. И нет никакой другой жертвы. Завершая богослужение архипастерской проповедью, высокопреосвященнейший митрополит Арсений обратил внимание прихожан на евангельское событие исцеления спасителем слуги Капернаумского сотника. Христос, указывая на этого военачальника, говорит, «Я поражаюсь в вере этого человека, ибо в Израиле нет ни одного человека, который бы проявил вот такую веру, как проявил этот военачальник язычный». И действительно, по слову его, слуга исцелел, но Христос, говоря об этом, говорил, что придет время, когда с Востока и Запада придут сыны человеческие и возлядут Всевышний престол. И я хотел бы каждому из нас пожелать, чтобы он, совершая свой жизненный подвиг, жесты по этому житейскому попыщу, никогда бы не терял уверенности и оптимизм в том, что он может наследовать тот царство, в котором нет ни печали, и не скорби. Оставляя мир, преподобный Сергий завещал братья и хранить чистоту души и страх перед Господом. Наставление старца останется актуальным на все времена для всех, кто пожелает, по примеру игумена земли русской, осветить свою душу спасительной благодатью. В рубрике «Благовестники» мы расскажем об истории храма Казанской иконы Божьей Матери города Грязи. До 1938 года район Грязи Тыволжанка представлял собой село, известное с XVI века. Свое название оно получило по протекающей здесь одноименной реке, по берегам которой росли кустарники Таволги. В 1848 году стараниями жителей здесь был построен каменный однопрестольный храм в честь Казанской иконы Божьей Матери. В начале XX века приход этой церкви являлся одним из крупнейших в Липецком уезде. В 1911 году к храму пристроили и осветили два предела в честь пророка Божьей Ильи и святителя Николая, архиепископа Мирликийских, чудотворца. Первое упоминание о нашем храме встречается в XVII веке. Это был деревянный храм. Далее, в начале XIX века началось строительство каменного храма. И в 1848 году храм был построен и освящен в честь Казанской иконы Божьей Матери, где первым настоятелем был назначенный Ирей Федор Богданов. Далее развивалась община. При храме было две церковно-приходские школы. Далее церковно-приходское училище. Приход процветал, но пришли страшные годы. И в 1922 году начались гонения. И также гонения это не миновали и общину. Закрылись церковно-приходские школы, закрылось церковно-приходское училище. Приход скудивал. Люди подвергались всевозможным гонениям. И в 1937 году основательно приход был закрыт. Уже после разграбления храма красноармейцами в 1922 году прихожане, как могли, старались сохранить свою церковь. После своего назначения в 1929 году архиепископом Воронежским и Задонским храм посещал священномочник Захария Лобов, ставшим милосердным и отзывчивым отцом для сиротеющей и загонений на церковь Воронежской и Задонской епархии. В 30-е годы Товолжанка, тогда еще село Товолжанка, относилось к Воронежской епархии, которую возглавлял священномочник Захария Лобов, архиепископ Воронежский и Задонский. Он служил в нашем храме. Известно, что 21 сентября 1935 года он рукополагал в этом храме последнего его настоятеля, отца Николая Архангельского, который служил здесь до самого закрытия храма, а члены его семьи несли служение в соседних храмах здесь тоже у нас, в Язинском районе. Священномученик Захария оставил, конечно, здесь о себе память, и в храме был антиминс, подписанный священномучеником Захарии. В 1934-м был арестован священник Казанского храма Николай Смирнов, приговоренный к пяти годам лишения свободы. В 1937-м аресту подвергся священник Николай Архангельский. В этом же году батюшку расстреляли. Конечно, отца Николая мы поминаем постоянно в молитвах, постоянно на каждой литургии его имя возносится. И, более того, сохранился список членов его семьи. И вот его помянник с указаниями всех его братьев-священников, членов семьи тоже возносится в храмах за богослужением. Кроме того, Товолжанка стала местом, куда приехали после окончания своих сроков заключения целый ряд монахин. До конца сейчас неизвестно, откуда они были, но предположительно они были из женских монастырей Задонска. И они жили здесь, в окрестности, похоронены на кладбище, здесь, на Товолжанском кладбище, недалеко от храма, буквально 500 метров от храма. И сохранилось несколько монашеских могил, в частности, монахини Смарагды, которая была долгое время псаломщиком в храме святителя Николая Мерликийских, в селе Каменное, и целый ряд ее сподвижниц, которые жили вместе с ней. После закрытия здание храма служило мастерской по ремонту тракторов, а позже складом. Здесь слышалась бранная речь. По святому месту разъезжали машины. Много храма видел. Он был и складом, был и мастерской, был всем, чем можно только. И даже во дворе был магазин, торговали водкой, и все там было, и все видела эта территория. Великая Отечественная война укрепила ослабевающую в народе веру. Жители Тыволжанки после войны обновили надвратную казанскую икону Божьей Матери и открыли чудотворный источник. Но советская власть здесь усердно боролась с любыми зачатками веры. Икону уничтожили, а источник затопили при строительстве Матырского водохранилища. В 1980 году жители города Грязи обратились в горосполком, чтобы общине верующих вернули храм. Но на их просьбу отвечали так, что храм настолько разрушен, что его восстановить невозможно, находились причины всевозможные, пока этот вопрос не дошел до Москвы. Возрождение храма началось в самом конце 1988 года, когда храм официально был передан Русской Православной Церкви. Это был год тысячелетия крещения Руси, и наш храм был одним из первых, которые возвратили церковь. В 1989 году сюда был назначен протеерей Алексей Богодеев, первый настоятель нашего храма, который прослужил в нем до самой своей кончины в 2015 году. На Сретене, 15 февраля 1989 года, в храме была совершена первая божественная литургия. Практически сразу же была открыта воскресная школа, которая собрала огромное количество детей. И вот за эти годы выпускники воскресной школы, ребята и девчата, которые помогали в храме, очень многие пошли по пути духовного служения, получения духовного образования. Более 40 человек из этого храма закончили духовные семинарии и академии, несут послушание в самых разных епархиях нашей Русской Православной Церкви. В начале 90-х Казанская Церковь стала духовным центром грязей. Здесь начинали свое возрастание в Боге многие будущие священнослужители. Сюда стекали за Словом Божиим православные христиане. Протереем Алексеем Богодеевым была проведена огромная работа по восстановлению храма. И сейчас уже ничто не напоминает о былой разрухе. Просторная светлая церковь, написанная в строгом каноническом стиле фрески и иконы в резных деревянных киотах, искусно вырезанная из дерева иконостас, все настраивает верующего на молитву. А у простого посетителя вызывает восхищение. После смерти отца Алексея Богодеева его дело по окормлению прихода продолжает протерей Георгий Гастилин. У нас на территории храма действует воскресная школа. Проходит также воскресная школа и для взрослых, и для детей. Проходит социальное служение, образовательные программы у нас. Проходит образование по школам города Грязи, по детским садам, очень активно участвует в молодежных движениях. Но сегодня пандемия. Конечно, ритмы не те, но надеемся, что все когда-то восстановится. 21 июля Казанский храм Грязи отметил престольный праздник. Несмотря на будний день, вознести мольбы к Пресвятой Богородице пришло немало верующих. После божественной литургии священнослужители-прихожане прошли крестным ходом с Казанской иконой Божией Матери вокруг храма. Казанский образ Божией Матери является одним из наиболее почитаемых в русской православной церкви. 21 июля вспоминается явление этой иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани в 1579 году после страшного пожара, уничтожившего значительную часть города. Казанский образ не был тронут огнем. От него происходили многочисленные исцеления. Собралось огромное множество народа, были многочисленные исцеления, исцелились два слепца, все было очень похоже, как перед образом Матери Божией Адегитрия. Исцелили люди самые тяжелые болезни, недуги. Сразу же весь прошла по всей округе. Перед этой иконой Богородицы в трудные времена русский народ просил заступничества и покровительства, возносил благодарения за оказанную Богородице милость, возводя в ее честь храмы. Наши епархии более десяти действующих храмов и немало пределов освящены в честь казанского образа Божьей Матери. Мы надеемся, что со временем их число будет только множиться, а приходу Казанского храма грязей мы желаем процветания и благоденствия. В рубрике «Тебе поем» смотрите музыкальный клип «Царевича глаза». Автор и исполнитель песни Светлана Копылова. Мы завершаем нашу передачу словами преподобного Паисия Святогорца. Когда ваши дети еще маленькие, вы должны помочь понятиям, что такое добро. А это и есть глубочайший смысл жизни. Мы прощаемся с вами на неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова